Я с большим удовольствием проговорю этот доклад на русском языке. А мы с таким удовольствием послушаем. Я хочу обсудить применение устройства сверху шапка в карьерсовом диапазоне ДНО. Я тут указал, ну сам доклад, конечно, был сделан мною в университете Южного Новгорода, но вообще работа по сверхрешоткам было влечено достаточно много народу из Санкт-Петербурга. Это член Преспадент Академии наук Устинов и Жуков, который работал в Лео Ферро. У нас в Лео Ферро где-то. Что касается учебы профессора Игнатов, что касается экспериментов, значит, я и мой сотрудник Кашульных Юрий Иванович. Ну и я много еще народу буду просто касаться в отдельных слайдах. Значит, сверхрешетки сейчас дают нам возможность производить компактные и достаточно простые устройства, для устройства имеется в виду источники для различных применений в трагерсовом диапазоне. Ну, в частности, очень широкополосный источник, который покрывает диапазон от 300 МГц до 2,7 КГц. Это для целей спектроскопии высокого разрешения. Эти работы в основном все проводились в Германии в первом физическом институте города Тельна. Значит, была показана возможность накачки балометров на горящих электронах в диапазоне. Один-тераверсия эта работа проведена совместно с Алексеем Семеновым в ДЛР в Берлине. И прекрасно работает это по блокированию фазовым суммиметровых источников вакс-флол осцилляторов. Это для приемников Кашульца, профессоров Кашульца. Боевого гемераторов, это для наших ученых в условиях с ваксом, которые проектируют синтезатор частоты плоти, термиссов, и так далее. А также для фазовой стабилизации, для квадровых откладных квадров на частоте 2,7 КГц. То, что в настоящее время уже работает и сделано. Ну, кратко. Значит, сверхрежетка. Это есть искусственно созданный полупроводник. То есть это не естественный полупроводник, а искусственно созданный. Собственно, сейчас все полупроводниковые приборы искусственно созданы. Представляет собой чередующие слои разного типа полупроводников. Значит, алюминий, арсенит, галлибарсенит, алюминий, арсенит, галлибарсенит, галлибарсенит. Структура подобна структуре кванта каскадных лазеров. Идет соответствие, что в кванта каскадных лазерах слоев больше 1000. Здесь у нас слоев этих 17 периодов, то есть 34 слои. То есть они гораздо более тонкие, гораздо более воспроизводимые и легко изготавливаемые на наших отечественных установках. Значит, вот то, что использует такая слоевистая структура, вследствие такой структуры является то, что зона проводимости видоизменяется, и в ней появляются мини-зоны, только в которых и могут распространяться и получать энергию электронную проводимость. То есть если в полупроводнике обычно ширина зоны проводимости – это несколько электронных вольт, то есть очень большая, и достичь потолка зоны проводимости практически невозможно для завершения полупроводника, то здесь мини-зоны – это несколько десятков мини-электронных вольт, и уже при комнатемпературе электроны могут при подаче электрического поля достигать потолка мини-зоны и испытывать так называемые гурабинские отражения. Ну а на вольт-амперной характеристике это вот появление вот этих вот ключевых. Значит, вольт-амперка описывается уравнение мяса бешку, которое подложилось в верхней шутке. Она, конечно же, теоретически, она гладкая, а вот то, что у нас такие ступеньки, это говорит о том, что существует область отрицательной депрессальной проводимости, и эта область, она распределение поля тут неустойчиво. И поле электрическое, которое мы прикладываем по управлению, оно группируется уже в доменных областях, то есть очень узких. И это, вследствие этого, появляются вот такие скачки тока. И именно вот этот режим, когда возникают домены сверхрешетки, мы используем для наших примеров, которые мы рассмотрим дальше. Значит, на основе сверхрешетки делается планарный диод, ну, это известная технология, которая уже больше 25 лет используется и нами в университете, и, вообще говоря, во всем мире, значит, вот активный область сверхрешетки, который, собственно, является рабочим депрессором. Виден воздушный мостик и видны контакты, водящие вот контакты, вот контакты, вот контакты. Размер активной области, это 1-2 микрона. Вот черпеж, соответственно, ток идет от одного контакта, проходит через малую область и через нижнюю, сильно лигированную пленку проходит на следующий контакт. То есть там страшно простая конструкция. Для, соответственно, исследования сверхрешетки и, вообще говоря, для изготовления каких-либо устройств мы применяем вот такую конструкцию, которая в различных модификациях немножко по-разному смотрится, но тем не менее, значит, есть волновод основного сечения, либо, так сказать, сечение на ту частоту, на которой мы хотим его использовать. Значит, волновод, как правило, заканчивается формой, либо рупором диагональным, который достаточно легко выготовлено. Значит, есть возможность подачи смещения на диод 6-коаксиальный вывод. Либо смещение, либо, значит, использовать в качестве вывода промежуточной частоты. Значит, вот в данном конкретном случае волновод-отсечка 550 ГГц. Соответственно, коксиальный вывод, углубленный, 20 ГГц. Ну и, соответственно, здесь мы наблюдаем, что, собственно, происходит, если мы в нашу сверхрешётку облучим каким-либо излучением, он будет до 20 ГГц, либо, там, 500 ГГц. Что происходит? Посмотрим. Значит, это вот конкретные различные диоды. Значит, если диод с малым диаметром, там, один, к примеру, микрон, тогда это 4 мА паровый буток. Плотность тока, она порядка 2-3 на 10,5 ампер на сантиметр. Ну и, соответственно, если больше контакта, то, соответственно, ток будет больше. Ну и, в зависимости от того, что нам нужно, мы их используем. Значит, экспериментальная схема. Значит, мы их подаём на диод от различных источников два сигнала. И, соответственно, наблюдаем биение, которое возникает в самом диоде вот здесь. И вот эти биение, частота, она сказана вот таким простым выражением. Значит, это гармоники одного сигнала, гармоники другого сигнала. И их разница даёт нам, соответственно, промежуточную частоту. То есть, зная частоты, мы можем легко перестраивать наши синтезаторы, определить, а какие, собственно, гармоники мы наблюдаем. Тридцатую, 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 сороковую, сотую. Это, так сказать, тоже да. Ну, это вот, собственно, объяснять эту шхему, но она широко применяется уже, может быть, сорок. А может, даже больше. Вот типичный вид. Если мы обучаем сверхрешетку сигналом 600 ГГц и 100 ГГц, то вот мы наблюдаем на спектронизаторе вот рез этих гармоник. И вот на данном слайде мы видим три трагерса. Это максимальная частота, которую мы можем наблюдать, используя нашу сель. Ну, тут эту шхему можно, значит, повышать, потому что здесь используются ловы. И, так сказать, естественно, черная немножко, так сказать, из-за пяти сегерс прогуляет, поэтому мы не можем наблюдать более высокий гармоник. Это не хватающий сверхрешет. Значит, закон спадания порядка минус три, там, так сказать, цена. Точка четыре, точка пять. Вот если точно такую же построить и испытать шутки делать, то это будет гораздо более быстрый спад. И у него вот этот показатель минус пятый. Еще раз повторить. Скорее я задаю? И 600, 600? Да, конечно. А как вот в этой схеме? Два генератора. Первый и второй. Вот, теперь, значит, что касается... То есть это не просят гармоники, да? Да. Еще это какое-то требуется. То есть здесь гармоники шестисот, да? Нет. Ну, конечно, конечно. Ну, вообще говоря, это и гармоника, и отста генератора. Только шестой генератор – это номер гармоники шесть, а отста, соответственно, умножаем на номер шестой генератора. То есть тут мы просто указали, что это вот частота вот этих гармоник – это вот шестьсот там, соответственно. Вот, теперь применение. Вот, мы используем вот нашу сверхрешетку для изготовления приборов приемников для диапазона ALMA номер 9. Это, знаете, диапазон 1 часочек 600-700 ГГц. В чем там? Ну, были проблемы, сейчас проблем уже нет. Надо было отработать оптику этого приема. Значит, мы для отработки этой оптики поместили вместо СС в нашу сверхрешетку. Соответственно, ее накачали от низкочастотного генератора до 27 ГГц, то есть сверхрешетки возникли до биения от частоты 18-20 ГГц. И, дополнительно, облучили этот сверхрешетку, уже использован в 2-10 ГГц, источником, который содержал в себе диод ГГц и умножитель ГГц. Соответственно, значит, видели на спектр анализаторе биения между 36-й гармоникой вот этой низкочастоты и, соответственно, 6-й гармоникой вот этого биения. ГГц. Значит, вот на следующем, там же есть текст, можно видеть. Значит, signal noise ratio в этой системе — это 72-80 дБ, то есть это очень сильный сигнал, это биения. И это позволило нам вот разнять диаграмму направленности всей нашей системы. ГГц. ГГц.